В этом видео я покажу, как можно установить унитаз. Перед тем, как устанавливать унитаз, убедитесь, что у вас полный комплект для установки всего этого оборудования. В упаковке должен быть сам унитаз, бачок для унитаза, крышка для бачка с унитазом, арматура, которая будет вставляться внутрь бачка с унитазом, это заливной клапан и сливной клапан, болты крепления, которые будут крепить бачок непосредственно с унитазом. В моем случае это пластиковые болты и это очень удобно. Если же в вашем случае будут обычные железные болты, либо просто оцинкованные, то я рекомендую сразу же эти болты заменить. Не поленитесь, сходите в магазин, если у вас есть доступ, например, если вы не живете в деревне. Купите болты из нержавеющей стали, либо специальный комплект болтов из латуни для крепления бачка к унитазу. Если вы этого не сделаете, в процессе эксплуатации бачок или в местах этих болтов может подтекать. Ну, сдвинули бачок, еще что-то там случилось и появилась течь. В результате течи эти болты заржавеют, и когда вам придется менять арматуру, либо снять для чего-либо бачок с унитаза, вы не сможете выкрутить эти болты и вам их придется выпиливать. Поэтому заранее рекомендую позаботиться о том, чтобы болты были либо пластиковые, либо латунные, либо из нержавеющей стали. Сливная и заливная арматура, которая в комплекте, она также регулируется по высоте. Дело в том, что арматура универсальная для всех бачков. И высота бачков у всех разная. Ее можно отрегулировать. Но если вы брали все комплектом, то в вашем случае уже все должно быть отрегулировано под непосредственно ваш бачок. Как регулировать арматуру, это отдельная тема, и как-нибудь я об этом сделаю отдельное видео. Обратите внимание, что на сливной арматуре также должна быть гайка и прокладка. Такая вот круглая, мягкая, резиновая, либо из какого-то другого материала должна быть прокладочка. Если прокладки нет, то это беда, это не комплект. Нужно искать прокладку. Как правило, такую прокладку можно докупить отдельно в сантехнических магазинах, но лучше, чтобы она была в комплекте. Торчащая трубка, которую вы видите, торчит из сливной арматуры, это трубка перелива. Трубка перелива нужна для того, что если заливной клапан по каким-либо причинам не сработает и не перекроет воду, то вода через эту трубку перелива будет просто сливаться в унитаз. Если же трубки перелива не будет либо заглушить, то вода будет вытекать из бачка на пол, а это не очень приятно. В моем случае трубка перелива находится сбоку. Ее видно сейчас. В вашем случае, либо в других унитазах бывает, что трубка находится посередине, то есть по центру арматуры. Не важно. В любом случае, в каждой арматуре имеется трубка перелива. Для того, чтобы демонтировать клапан из бачка унитаза, достаточно будет просто корпус арматуры повернуть до щелчка. Она повернется, вы снимаете, а гнездо, которое прикручено к бачку, оно останется в бачке. Чтобы вставить обратно, так же вставлять и поворачивать щелк. И все готово. Еще в комплекте обычно бывает стульчак. Что касается следующих элементов, то это не всегда бывает в комплекте и об этом вы должны будете позаботиться до того, когда приступите к установке. А это гибкая подводка для того, чтобы соединить унитаз с вашей водопроводной системой. Это соединительная манжета либо гофра, чтобы соединить канализационную часть унитаза. И болты крепления к унитазу. То есть болты, которые крепят унитаз к полу. Болты крепления бывает, что есть в комплекте с унитазом, но довольно часто их в комплекте просто нет. Только после того, когда вы убедились, что у вас все имеется в комплекте, можно приступать к установке. Для того, чтобы собирать внутри бачка заливную и сливную арматуру, бачок удобнее всего положить на пол, либо поставить его вверх ногами. Ну, а так как на полу у меня плитка, либо в вашем случае тоже, если будет плитка, керамогранит, либо любое другое твердое покрытие, я рекомендую на пол постелить что-нибудь. Например, какую-то тряпочку, либо разрезать упаковку от унитаза и кусок картона положить на пол, как поступил я. Теперь давайте посмотрим в сам бачок. Самое большое отверстие в бачке это место для установки клапана слива. Для того, чтобы установить клапан, вам необходимо на клапан надеть прокладку, толстую широкую прокладку, которая подходит по диаметру. И эта прокладка должна находиться между самим клапаном и бачком, внутри бачка. Вставляете в это отверстие, после этого кладете пластиковую шайбу, если есть в комплекте и закручиваете. В некоторых комплектациях вместе с арматурой предлагается специальный пластиковый ключ, который позволяет затянуть вот эту большую гайку. Если в комплекте этого ключа у вас нет, то закручивайте от руки со всей силой, которая у вас имеется. Ну как со всей силой? Конечно, бывают люди, у которых сила такая, что свернуть можно. Но нужно затянуть достаточно плотно. Если вы не можете затянуть плотно, то воспользуйтесь немножечко ключом, что ли, разводным. Подтянуть надо буквально чуть-чуть. Вы от руки затянули до конца и ключом еще примерно на 45 градусов довернуть и тогда точно не потечет. Теперь заливной клапан. Заливной клапан устанавливается в маленькое отверстие. Не в самое маленькое, где болтики надо вставить, а в которое меньше, чем сливное отверстие. Обратите внимание, на клапане имеется прокладка. Прокладка конусовидная. Плоской частью прокладка должна ставиться непосредственно к самому клапану, а конусной частью она должна ставиться внутрь бачка в отверстие. Таким образом достигается герметичность. После этого необходимо положить пластиковую шайбу, как и в случае с сливным клапаном и закрутить гайку. Вот эта пластиковая шайба есть не всегда в комплектазах. От того, что у вас ее не будет, хуже от этого не станет. Но именно эта шайба облегчает заворачивание или затягивание клапана. Потому что нижняя часть бачка в большинстве случаев, или почти всегда, она такая шероховатая. Если мы затягиваем просто по бачку, то оно очень туго идет и можно не докрутить. А шайба передает некое скольжение и гайка по шайбе закручивается. Таким образом она легче заходит. Ну, плотнее можно затянуть. Эту пластиковую гайку необходимо также затянуть от руки и после дотянуть ключом. Перед тем, как вы будете дотягивать эту гайку ключом, обратите внимание, что клапан слива, на котором есть поплавок, не должен касаться стенки бачка. Если поплавок будет касаться стенки бачка, то поплавок естественно работать не будет и вода не будет перекрываться. Поэтому во время затяжки проверяйте, чтобы клапан поплавком не касался стенки бачка. Это очень важно. Также хочу обратить ваше внимание, что почти всегда в клапанах подачи воды в унитаз имеется свой пластиковый фильтр. Старайтесь никогда не извлекать этот фильтр, потому что некоторые мастера любят его снять. На всякий случай это отдельная история. Оставьте этот фильтр на прежнем месте. Именно этот фильтр продлевает срок службы клапана. После того, когда вы уже затянули клапан подачи воды ключом, переверните бачок и еще раз убедитесь в том, что поплавок не задевает стенки унитаза. Только после этого можно продолжать следующую сборку. Для того, чтобы убедиться, хорошо ли ходит поплавок, можно либо потрогать его руками, если рука не влазит, то надо просто бачок перевернуть туда-сюда. Если поплавок ходит, иначе все в порядке. Следующим этапом идут болты крепления для унитаза. Обратите внимание, что болты крепления для унитаза также имеют конусовидную прокладку. Вам необходимо резиновую прокладку плоской части установить к болту, а конусовидной части установить в отверстие бачка унитаза. В некоторых унитазах, как и в моем случае, есть в комплекте специальные пластиковые трубки. Это своего рода удлинители потока. Эти трубки, направляющие, необходимо вставить специальное отверстие в сливном приемном отверстии унитаза. Что они делают? Они просто удлиняют поток для того, чтобы вода сливалась по кругу, либо хотя бы с боков сливалась как можно больше со всех сторон. Если в вашем случае нет этих трубок, это не говорит о том, что это плохо. Может быть, в вашей комплектации нет такой возможности сливать слив воды по кругу. Она будет сливаться только с одного места. Либо у вас в самом унитазе уже отлиты эти места и вода сама без этих направляющих сливается по кругу унитаза. Поэтому, если есть, ставьте. Если нет, не ставьте тогда. Теперь необходимо взять эту большую толстую круглую прокладку, которая ставится между бачком и унитазом. В некоторых случаях эта прокладка может быть трапециевидная, либо еще какой-либо сложной формы. Сути дела это не меняет. Вы должны эту прокладку установить либо на бачок унитаза и попасть уже поставить бачок сверху на унитаз, либо надеть на бачок. В некоторых случаях бывает даже, что прокладка имеет один клейкий слой. Вы снимаете бумажку, приклеиваете эту прокладку липучкой к бачку унитаза и ставите... Вам необходимо поставить так, чтобы совместить отверстие слива и отверстие болтов. Вот отверстие, в которое вы поместите болты, чтобы стянуть бачок с унитазом. Далее в эти отверстия вам необходимо вставить болты и равномерно их стянуть. Равномерно так, чтобы бачок не стоял наперекос. Вот так это выглядит внутри в собранном виде. Если во время затяжки пластиковые либо любые имеющиеся у вас в комплекте болты проворачиваются, то эти болты необходимо держать изнутри. В моем же случае пластиковые болты я удерживал пальцем. Это очень легко держать. Одной рукой удерживаешь, другой рукой закручиваешь. Если пальцем не удержать, можно вставить специальный паз, отвертку плоскую и удерживать болт. Если установлена внутрь арматура мешает и рука не влазит в бачок, то мне достаточно просто повернуть, снять клапан слива и вот оно место. Теперь туда можно свободно долезть и сделать все, что мне необходимо. Заливной клапан также может быть отрегулирован. Именно этим заливным клапаном можно отрегулировать уровень воды в бачке. То есть можно набирать либо половину бачка, либо можно набирать полный бачок. Либо любое пространство между полной и половиной. Устанавливаю клапан слива обратно. Вставил, щелчок, все готово. Теперь унитаз необходимо закрепить к полу. Присверлить, просверлить отверстие, стянуть его болтами. Перед тем, как размечать отверстие, я рекомендую, ну не рекомендую, а иначе сделать просто нельзя. Необходимо вставить соединительный патрубок. В моем случае это пластиковый патрубок. В вашем случае это, вероятно, будет просто обычная резиновая манжета либо гофра. У всех по-разному. Вам необходимо установить унитаз в рабочее пространство или в рабочее место так, чтобы он стоял ровно, не косо, так как он будет установлен уже на самом деле. Соединить его с канализацией и после этого поставить метки там, где вам необходимо просверлить отверстие в полу. Далее я установил стульчак. Стульчак можно установить в любом промежутке времени. Либо вы можете установить его сейчас, как ставлю я. Либо вы можете установить его после того, когда вы закрепите унитаз к полу. Либо вы можете сначала установить стульчак, а потом крепить бачок здесь. Разницы нет. Я собираю его в такой последовательности, потому что мне так почему-то удобнее. Я сначала должен установить прокладки, болты, отрегулировать эти болты на определенное расстояние, чтобы влезло, чтобы было соосно с отверстиями стульчака. Далее установить декоративные заглушки на вот эти вот части болтов и защелкнуть просто стульчак. Попасть в отверстие, нажать, щелчок. Все готово. Отпустил крышку стульчака и вот она медленно опускается. Это стульчак с микролифтом. После того, когда у вас все получилось, затяните болты крепления стульчака. Для того, чтобы установить такую кнопку, как в моем случае, на бачок унитаза, необходимо положить крышку на бачок унитаза. Положить в это отверстие кнопку и попробовать нажать две кнопки одновременно либо по одной. Если арматура срабатывает, то все в порядке. Снимаете крышку и затягиваете, закручиваете гайку крепления кнопки к крышке. Если же кнопка не достает до клапана слива, то придется регулировать и кнопку, и придется регулировать сам клапан слива унитаза. Это тема отдельного видео, потому что всяких арматур слишком много. Если вы покупали в комплекте, как было у меня, то у вас все получится с первого раза и ничего не придется регулировать. В моем случае кнопка слива крепится непосредственно к самой крышке бачка унитаза. В вашем же случае может быть наоборот. Вам необходимо поставить крышку на бачок унитаза и закрутить кнопку в арматуру. Получается, что крышка унитаза держится арматурой и кнопкой. Она как бы стягивается. Обратите внимание, что если у вас такой же тип кнопки и арматуру, то вам необходимо совместить вот эту часть кнопки, вот эти два штока, которые нажимают и клавиши арматуры сливной. Потому что если у вас будет стоять это дело все наоборот, вот у вас две кнопки, а две клавиши, вы поставите так, что у вас не две клавиши будут попадать сюда, а будут попадать вот так, то они у вас вообще не нажмутся. Поэтому совместите, чтобы вот это попадало с этими двумя кнопками. Перед тем, как размечать отверстие на полу, я рекомендую пол вымыть и вытереть насухо. Во-первых, для того, чтобы четко было видно место, где вы разметили. Ну а во-вторых, для того, чтобы пол уже был чистым, его потом не вымывать под стыком унитаза и пола это очень неудобно. Перед тем, как вы будете крепить унитаз, вы поставьте на то место унитаз, на эту плитку или на пол, где вы собираетесь его крепить. И попробуйте пошатать его туда-сюда. Если унитаз болтается, то очень плохо. Придется либо что-то подкладывать, либо использовать герметик. В случае же с полом, если на полу плитка, то я обычно использую герметик. Прикручиваю унитаз к полу, после этого мажу его герметиком по краям. Либо наоборот, я его мажу герметиком и после этого прикручиваю, потому что так удобнее. Ставлю его на эти отверстия и закручиваю болты. Он стоит сутки, после этого унитаз больше никогда не будет шататься. Также, если по каким-то причинам вы не можете высверлить в вашей плитке отверстие, у вас нет инструмента, либо у вас керамогранит, вы не можете высверлить. Ну нечем вам высверлить. Не стесняйтесь, вы можете смело приклеить унитаз на плитку, вот на такую поверхность, на герметик, на силиконовый обычный санитарный герметик. Если вам необходимо будет этот унитаз демонтировать через какое-то время, вы сможете с легкостью это вырезать, снять и демонтировать унитаз. Поверьте мне, что это возможно. Снять, отрезать унитаз с герметика, я такое проделываю. Также возможно приклеить унитаз на герметике, он будет прекрасно держаться и никуда он от вас не денется. Но перед тем, как вы будете клеить унитаз на герметик, вам необходимо, чтобы унитаз и поверхность, на которую вы будете клеить, были абсолютно чистыми и сухими. Но естественно, в случае с обычным бетонным полом, деревянным полом герметик вам не поможет. Хочу обратить ваше внимание, что унитаз устанавливается только на чистовую отделку. Не важно, как у вас покрытие. У вас деревянная доска, у вас паркет, у вас линолеум, у вас плитка. Все что угодно. Унитаз ставится на чистую отделанную поверхность. Многие люди об этом, к сожалению, не знают и унитаз заделывают либо бетоном, либо заделывают его еще чем-то, либо плиткой. Если впоследствии вам придется этот унитаз менять, например, вы его сломали, разбили, что-то пошло не так, вам необходимо его заменить, вам придется его выбивать из этого пола и вам придется заново чинить пол. Не делайте так никогда. Вы просто дождитесь, пока будет отделка и после этого ставьте унитаз на новый отделанный готовый пол. Если вы приняли решение, что вам необходимо установить унитаз только на силиконовый герметик, либо на любой другой, что у вас нет возможности просверлить отверстие, либо что-то еще, то удобнее на герметик ставить унитаз до того, когда вы установите бачок. Для этого вам нужно вставить соединительную манжету, то есть соединительный патрубок между бачком и канализацией. Намазать сначала, перевернуть унитаз, намазать его по периметру герметиком, поставить его и оставить так на сутки, пускай он постоит, застынет. И только после истечения застывания герметика вы устанавливаете бачок. Так будет гораздо удобней. Но бывает довольно часто, что невозможно бачок установить уже на установленный унитаз. Просто очень неудобно, либо очень мало места, тесное пространство, еще чего-то. Поэтому я обычно сначала устанавливаю бачок, ставлю стульчак и после всю эту готовую конструкцию устанавливаю на место, где это устройство будет эксплуатироваться. Ну а теперь вам осталось только стянуть вот эти болты, то есть закрепить унитаз к полу, взять гибкую подводку и подключить ваш унитаз к вашей водопроводной системе. То есть от водопроводной системы к заливному клапану. Это очень просто. Ну а как выбрать гибкую подводку смотрите соответствующее видео. Ссылку я размещу вот здесь, в подсказках. Не забывайте туда подсматривать. Иногда там полезные ссылки есть. Вот такая простая установка унитаза. На этом все. С вами был Артем. Пока.